Он просил нас снять трусики. Это папа, дяди, дедушки, братья, двоюродные братья. Самый тяжелый случай, это когда было сексуально населенное от ребенка, трехлетнего. Как минимум 8 из 10 девочек в детстве подвергались определенному сексуальному домогательству. Это не обязательно домогательство с проникновением, но это же такое достаточно объемное понятие. То есть когда тебя взрослый человек трогает без твоего разрешения, особенно если он трогает те места, которые мы называем зоной бикини, то есть у девочек. Сейчас я говорю конкретно о девочках, хотя мальчики не меньше, чем девочки подвергаются в детстве сексуальному насилию. Мы не можем сказать, что какое-то насилие было тяжелое и какое-то легче. Все насилие это насилие над детьми и очень тяжело каждую историю слышать, что произошло с ними. Это дети от 3 до 14 лет, девочки, мальчики, которые подверглись к сексуальному насилию. Каждый раз, когда ребенок рассказывает, когда у него спрашивают об этом, он очень себя плохо чувствует и он заново переживает эту травму. И когда на суде также спрашивают и делают очные ставки с насильником, им очень плохо, у них чувство рвоты. Когда была консультация, я попросила девочку нарисовать, как она себя сейчас чувствует и в каком она состоянии. Она нарисовала облако и солнце и ничего больше. И когда я спросила, она сказала, что почему нет травы и что и все. Была внизу пустота. Она сказала, что я ничего тут не вижу, только наверх смотрю, когда вижу радость и солнце и облако. А внизу у меня ничего нет, пустота. Я учил в 12-летних годах, и я учил в шаре любовь. Мы учили, что есть четыре лет, мы учили, мы учили, мы учили. Я помню, когда следующий год я прийду, это неная древняя древняя смерть, а не нарушение, а ненавистики. Я хочу стать адвокатом и дуфтером. Я хочу стать дуфтером. Я хочу стать дуфтером. Самый тяжелый случай, это когда было сексуальное население над ребенком, трехлетнего, была операция, и очень тяжело этот период проходил в семье. Они все были в шоковом состоянии, даже была месть, чтобы отомстить за сестру свою, сестренку, и мама очень переживала за своего сына. Также ребенок, он до сих пор лечится, были операции тяжелые, да, эта травма была для всей семьи, это очень тяжелое было для всех в этот период и до сих пор. И это был шок, и шоковое состояние. В общем, мне уже за 30 лет. Но до сих пор мне очень стыдно вспоминать время, когда мне было лет, наверное, 9 или 10, я точно не помню, сколько мне было лет. Одна из моих подружек предложила погулять вокруг дома. Ну, мы гуляли, играли, она, я сказала, что хотела бы мороженого, она тоже поддержала эту идею, тоже сказала, что хочет мороженое, но денег у нас не было. И на что она предложила пойти к сапожнику, который был через дорогу от нашего дома, он ремонтировал обувь и попросить денег у него. Для меня эта идея была странной, зачем чужому человеку давать детям денег, и за что, это было странно. Она сказала, пошли, вот, посмотришь, он даст мне деньги. Я говорю, ну, хорошо, мы пошли с ней вместе в этот его киоск или будка. Точнее, просила она, я была с ней. Вот, и всё каким-то образом пришло к тому, что он просил нас раздеться, и мы раздевались, и он нас рассматривал. Он нас не трогал, но это продолжалось какой-то период времени. Может, не знаю, может, недели-две, то есть, периодически, несколько раз в неделю мы ходили, и он просил нас снять трусики. Это ужасно, конечно, вспоминать, и стыдно, и как-то глупо, непонятно вообще, как мы в такой ситуации оказались. Мы снимали, он рассматривал, в этот момент он трогал себя. По протяжению некоторого времени, в один из дней, опять же, мы были у него, наши родители нас потеряли, они начали искать, и каким-то образом узнали, что мы там. Они пришли туда, начали стучать, он нас предупредил, чтобы мы сказали, как будто мы приходим к нему убираться несколько раз в неделю, и он нам за это платит. И мы сказали родителям, что мы приходим на уборку, моем полы, подметаем, и за это он нам даёт деньги. 60% практически это люди самого ближнего круга ребёнка. То есть это первый круг, социальный круг ребёнка, который имеет к нему прямой доступ. То есть это папа, дяди, дедушки, братья, двоюродные братья, дяди двоюродные. Где-то процентов 30 это второй социальный круг. Это соседи, это дальние родственники, которые иногда приезжают, либо ребёнка отправляют в кишлак на лето куда-то. То есть это всё равно знакомые для ребёнка люди, которые также к нему имеют доступ. И только 10% это реально больные люди. Вот о тех случаях, которые мы слышим на улице, кто-то где-то, кого-то пытался куда-то затащить и так далее. Это как раз таки вот эта категория. И здесь, да, здесь возникает вопрос о том, что это не все психически нездоровые люди. Это может быть, ну я смею предполагать со своей точки зрения, я сейчас не опираюсь на какую-то доказательную базу, но смею предположить, что всё-таки это какая-то степень вседозволенности и отсутствие должного воспитания ребёнка. Потому что ребёнок, он не всегда осознаёт, что с ним происходит и что с ним делают взрослые люди. А когда ребёнку в семье объясняют, что вот кто имеет право доступа к твоему телу, а кто не имеет право доступа к твоему телу, возможно, уже вот такие превентивные меры могли бы помочь большую часть детей спасти от травмирующего опыта. Если посмотреть таджицкое законодательство, в частности Уголовный кодекс, то у нас есть 138-я статья, это изнасилование, есть 139-я статья, развратные действия. Обе эти статьи подразумевают против воли, да, то есть против воли ребёнка, против воли девочки, мальчика, неважно. Но есть ещё другие статьи, это 142-я и 141-я, да, когда 141-я статья говорит о том, что половые сношения с лицом недостигшим 16-летнего возраста. То есть, по сути, когда ребёнок согласен вступать в половые отношения, да, и когда следует, то есть идёт это следствие, да, рассматриваются эти уголовные дела, и если следствие придёт к мнению того, что девочка была согласна, то они могут применить статью 141-ю, то, что случилось с делом ГИСАР, да, 12-летняя девочка подверглась сексуальному насилию, но посчитали, что она была согласна и применили эту статью, да, что как бы, ну, с точки зрения, да, и морали, и как бы, да, и права, ну, неправильно, да, 12-летний ребёнок, ну, насколько он может осознавать, что с ним происходит. Большей части девочки, да, из нашего опыта личного, да, они молчат, да, они не сопротивляются, но это не значит, что они хотят. Это в большей степени это страх, это шок, да, который переживает ребёнок. И этому оценку может дать только психолог. Когда ребёнок испытывает сексуальное насилие, он, первое, что он себе делает и говорит, я виноват, я плохой, значит, так должно было быть со мной. И эта установка, как правило, базовая установка, она через всю жизнь человеком проносится. И вот тут важно человеку донести, что ты ни в чём не виноват, что в этом нету твоей вины, что ты должен это отпустить, иначе это очень сильно влияет на самооценку человека, чувство вины. Например, Казахстан, да, принял закон о кастрации, ну, не просто же так, да, наверное, были какие-то предпосылки, и, наверное, очень важно вот провести это исследование. Кыргызстан два раза выходил с предложения внести в своё законодательство, но два раза, да, как бы это предложение не прошло. Тоже, наверное, были какие-то предпосылки для того, чтобы общественность, да, выдвинула такое предложение. Наверное, я тоже остановлюсь на том, что, да, на нашем обращении, где мы делали обращение, да, в парламент страны, с просьбой о том, чтобы вот этот вот 141-й статьи Уголовного кодекса, о котором я, да, дала разъяснение, был установлен возраст согласия. Сейчас его нет. Поэтому мы просим установить 14-летний, да, то есть возраст согласия. Всё, что происходит ниже этого предела, без заключения экспертизы и психологов, рассматривалось как изнасилование. И не давали ему, да, как бы оценку о том, что хотел ли ребёнок или не хотел. Всё, вот до 14 лет ребёнок подвергся сексуальному насилию, наказывать виновного как за изнасилование. Очень много лет мне было стыдно об этом кому-то сказать. Я считала, что на мне такой позор, что я какая-то опозоренная, низкая, может быть, падшая, что-то такое. Вот, у меня есть дети, и с ними я стараюсь выстраивать такие доверительные отношения. Я им объясняю, что такое личные границы, что никто не может рассматривать ваше тело, кроме мамы во время купания и то до определённого возраста, что вы всегда должны переодеваться в своей комнате или в ванной комнате, при этом закрывать дверь, что никто не может вас трогать, переодевать, одевать, задавать какие-то личные вопросы, провожать, просить куда-то зайти, что-то показать, что это ваше тело принадлежит только вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok